Встречаем аплодисментами на сцене столица нашей солнечной Бурятии, город Улан-Удэ. Из глубин священной земли, из самой колыбели кочевых народов, доносится зов наших предков. В звучании струн открытой души народов Бурятии, объединенных солнечной столицей, городом Улан-Удэ, на слиянии двух грех с Ленгий-Удэ был основан наш город. Улан-Удэ-2023. Столица не просто праздновала юбилей вместе с республикой, так же, как на этой праздничной сцене город задавал тон во всех отраслях. Да, это был год юбилея, но в первую очередь для Улан-Удэ это был год труда и исторических прорывов во многих областях. Бурятия и ее столица давно не видели таких высоких гостей в таком количестве и, главное, с такой пользой для себя. За год Улан-Удэ посетили президент России Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, федеральные министры, руководители агентств и госкорпораций. А для полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева наш город – постоянная рабочая площадка. Усилия главы Бурятии, визиты высоких гостей, особенно президента России, дали толчок развитию столицы республики, сравнимый разве что с индустриализацией начала прошлого века или послевоенным экономическим рывком. В ближайшие годы мы станем свидетелями кардинальных изменений внешнего облика Улан-Удэ. Но главное – поменяется содержание. Решения этого юбилейного года поднимут уровень и качество жизни горожан. Но обо всем по порядку. Мы славим Дружбу светлую, великий наш союз. Мы славим Русь великую, Бурятию свою. 30 мая 1923 года президиум ФЦИК постановил объединить в одну бурятмонгольскую социалистическую Советскую Республику автономные области бурятмонголов Сибири и Дальнего Востока с центром в городе Верхневуденск. Сто лет прошло с этого момента. Сто лет Улан-Удэ – столица республики. Сто лет – наш город – лидер и пример во всем. Благодаря людям, которые в нем живут и созидают. Любимая Бурятия – это энергия молодости, устремленная в будущее. В области новых открытий и новых успехов. 2023 год для Улан-Удэ – конец эпохи бараков. Во время своего визита Владимир Путин утвердил мастер-план Улан-Удэ. Это не просто архитектурный документ с планировкой улиц и сетей. Впервые за всю историю в центре плана – люди. Комфортная городская среда. Согласно этому плану, центр города ждут большие перемены. Старые бараки исчезнут, а исторические здания бережно отреставрируют. Будут построены новые жилые кварталы. Здание Международного студенческого кампуса. Национального музея. Театра Байкал. Накануне главой Бурятии был заложен первый камень в его основании. Я рад за наш театр, который достоин, который всей своей деятельностью, многие годы, многие десятилетия заслужил иметь свое здание, самое современное, самое красивое, подстать нашему театру Байкалу. 2023-й стал концом еще одной не очень приятной эпохи – маршруток и хаоса в транспортной сфере. Транспортная реформа шла уже несколько лет. Тяжело и не так быстро, как хотелось бы. И вот прорыв. В этом году почти полностью обновился муниципальный общественный транспорт. Закуплено 183 автобуса большого и среднего класса. Вернулся льготный проезд. На сложных участках появились выделенные полосы для общественного транспорта. Обновились остановки. Появились удобные табло. Пассажиропоток в будний день увеличился в 2,5 раза и достиг 40 тысяч человек. А если быть точнее, 40 тысяч довольных, добирающихся до нужного места в комфорте и вовремя человек. Год был юбилейным не только для республики и ее столицы в целом. По 85 лет исполнилось трем районам города – Октябрьскому, Советскому и Железнодорожному. И в каждом год выдался очень продуктивным. Несмотря на трудности, команда во главе с мэром ежедневно старалась сделать жизнь в Улан-Удэ светлее, комфортнее и краше. По программе «Тысяча дворов на Дальнем Востоке» капитально отремонтировали шесть территорий. Там появились мини-парки, воркаут-зоны и другие элементы, не виданные до сих пор в Улан-Удэнских дворах. Отремонтировали больше 24,8 километров асфальтового полотна. Впервые за долгое время дорожный ремонт коснулся не только центральных городских магистралей. 36 дорог в частном секторе и отдаленных микрорайонах перестали быть грунтовыми. В рамках формирования комфортной городской среды благоустроили три общественных территории. Горожане активно голосуют за места обустройства. На Сиреневом бульваре теперь можно признаваться в любви. На ПВЗ сфотографироваться с тремя медведями и преклониться перед заслугами покорителей космоса. А в аэропорту насладиться яблоневым цветом. Клены, хвойни, рябины, акации, тополя, боярышни. Почти 100 тысяч саженцев высадили по инициативе Игоря Шутенкова за последние три года. А знаменитые ели на площади Советов теперь выглядят по-особенному. Благодаря специальной подсветке преобразился центр. На горе Батарейной появилась надпись «Улан-Удэ», а мать Бурятия регулярно меняет наряды. Вообще мы имеем пять платьев. Мы ориентировались больше на цвет ходака. И у нас есть график, который мы будем пять раз в год менять. Будем стараться, конечно же, в тему это все делать. Сейчас, допустим, вот этот наряд будет перед... Новый год настанет, сменит еще раз наряд, ну и так далее. То есть, ну, наблюдайте, получайте удовольствие от этой красоты. Город в целом стал ярче и светлее. На федеральные средства идет реализация единого туристического кода. На исторических зданиях устанавливается архитектурная подсветка. На улицах появляются новые достопримечательности. А стены гостиницы Бурятия теперь украшены 30-метровыми муралами художника Зарикто Доржиева. В Улан-Удэе был торжественно открыт год педагога и наставника, отмечаемый по всей стране. Этому были посвящены многие мероприятия в городских школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Комитет по социальной и молодежной политике, комитет по образованию. Системно, шаг за шагом улучшают условия учебы для наших детей. В конце года в микрорайоне Забайкальский заработал новый корпус школы номер 55 на 360 мест. Она стала уже 10-й школой, построенной в столице Бурятии за последние 5 лет. В этом году свои двери открыли и новые здания школ номер 19 и 32. Все это стало возможным благодаря поддержке президента Владимира Путина в рамках национального проекта образования. Также в этом году возведены здания трех детских садов, и всего за последние 5 лет в Улан-Удэ построен 21 детский сад. Приводятся в порядок и старые школы. В этом году капитальный ремонт прошел в школах номер 13, 25, 37 и 52. Символично, в День космонавтики в военном городке Звездный новоселье отпраздновали учащиеся и педагоги детской школы искусств номер 10. Раньше занятия проходили на первом этаже жилого дома. Сегодня дети учатся в отдельном большом двухэтажном здании. Одним из главных событий уходящего года стало присвоение Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны каждый третий танк укрепляли Вольфрамом и Малибденом из Бурятии, а в небе летали самолеты, собранные на нашем авиазаводе. Сегодня улан-Удэнца активно помогают бойцам на СВО. В ТОС «Исток и перспектива» открыли пункты по пошиву амуниции и сбору гуманитарной помощи. В память о первом председателе ТОС «Гранит» Руслане Тарасове, погибшем на Украине, открыли мемориальную доску. За четыре года он сделал многое. Он благоустраивал территорию микрорайона, участвовал в субботниках, зам их организовывал, высаживал деревья. И его работа, она была видна всем людям. И благодаря этому в 22-м году он стал лидером ТОС Республики Бурятия. Наша Малая Родина за век воспитала 46 героев Советского Союза, 11 героев Российской Федерации и 12 полных кавалеров Ордена Славы. Патриотов воспитывают и сейчас во всех учебных заведениях Улан-Удэ. Уходящий год педагога и наставника открыл немало ярких и талантливых профессионалов. Они проводят с детьми разговоры о важном. Ребята поют гимн, сдают нормы ГТО. Впервые для школьников провели патриотические смены в лагере «Огонек». Почти тысяча мальчишек и девчонок за лето отдохнули и набрались опыта у боевых офицеров. Студенты в 2023-м приняли участие в городской военно-патриотической игре «Патриот». Узнать о героях страны помогали и сотрудники библиотеки имени Исайя Калашникова. Там реализуют грантовый проект «Герои Бурятии. Подвиг продолжается». Две другие библиотеки, номер 19 и номер 6, в этом году получили шанс стать модельными. А филиал 13-й теперь носит имя поэта Намжила Нембуева. Девятое – Владимира Липатова. Все книгохранилища и образовательные учреждения сейчас активно работают еще и в направлении возрождения и популяризации бурятского языка и традиций. Со сцены шоу «Ты супер!» наш юный земляк Богдан Савченков, обладатель приза зрительских симпатий, напомнил всей стране о Бурятии. Он – воспитанник ГКЦ, который вместе с Центром культуры и досуга, Рассветом, Кристаллом, Авиатором и открывшимся в этом году после ремонта музеем истории города Улан-Удэ, стал лауреатом Всероссийского ежегодного профессионального конкурса «Лучшее учреждение культуры России-2023». Много сил направлено и на пропаганду здорового образа жизни среди населения. Традиционные ярмарки, акции и фестивали собрали тысячи горожан и заставили задуматься о своем здоровье, даже будучи на работе. Инструкторы и серебряные волонтеры на собственном примере учат молодежь жить активно и долго. Парни и девушки не подводят. Молодежные трудовые отряды мэра всегда в строю. Они помогали в озеленении города, на городских субботниках. Больше 50 акций прошли при участии этих активных и неравнодушных новых тимуровцев. Это наш город и все-таки нужно заботиться о нем. Ну и для себя все-таки полезно. Сегодня я вам от имени мэра города Улан-Удэ говорю самые глубокие слова благодарности. У нас этот проект идет хорошо и я думаю, что в будущем он больше и больше привлечет еще молодых людей. Объединяет Улан-Удэнсов и любовь к спорту. Для тренировок созданы все условия. В честь столетнего юбилея республики прошли и традиционные соревнования по национальной борьбе, футболу, лыжам, бегу, волейболу и спортивному ориентированию. Столетие республики – это не праздники и встречи, не медали, монеты и марки. Это люди. Наши деды, отцы, которые трудились и побеждали, которые сохранили свою честь, независимость страны и передали нам этот прекрасный город. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok